Рябов Николай Александрович, я был руководителем группы, 9 человек ученых наших из МФТИ и ДНПП разрабатывали программу Наукограда Долгопрудного. Программа сделана, деньги затрачены, но статус Наукоград Долгопрудный так и не получил. Хотя фактически это Наукоград и еще какой. Вот сидит конструктор наш из ДНПП, Шибаев, выпускает ракеты БУК, общеизвестные, нужные, востребованные в мире. Поэтому еще предприятие с 9 тысяч работающих, сейчас 3 тысячи работающих, но держится и хорошо держится. Второе, градообразующее предприятие МФТИ, тоже известный, ВУЗ номер 1, выпускающий лучших специалистов. Наверное, среди вас есть выпускники. Но дело в том, что с 3 курса американцы уже пасут наших талантливых ребят и туда. Утечка мозгов в Долгопрудном великая, среди молодежи. Вот сейчас молодой человек выступал, мы тоже пытаемся, значит, удержать и сделать что-то. Но обещания правительства, вот сейчас кластер, значит, там делают огромные здания, будут строить. Значит, проворовались в Сколково. Теперь, говорят, в Долгопрудном наверстаем, но маловероятно. Значит, обещания, обещания очень большие, но пока все идет только на обещаниях. Что касается молодежи и детей, вот я попросил слово для объявления, да. Дело в том, что у нас в Долгопрудном сейчас открывается школа, училище закрыли, профтехобразование. Рабочие нам не нужны, у нас там приедут, будут работать. Их много, метут улицы. Но дело в том, что открывается все-таки школа для особо одаренных детей. Отремонтировали, все в этом году, значит, имейте в виду, если у кого-то внуки, правнуки есть особо одаренные, пожалуйста, к нам, а на школу-интернат будет. Теперь, значит, открывается детский наукуград, летом будет работать. Вот знаете, есть Крюковский мемориал на Ленинградке, штыки. 700 метров примерно не в сторону Зеленограда, а вправо. Там были высшие профсоюзные курсы, которые приказали долго жить, но условия изумительные. Двухместные номера, в номерах там все, так сказать. Плавательный бассейн, столовая, залы большие. 15 аудиторий, хорошо оснащенных еще в советское время, сейчас из которых можно выходить на всю страну по интернету и так далее. Вот там будет летом этого года детский наукуград. Четыре смены по 21 дню. Дети от 9 лет и до 18 лет могут там оздоровиться, отдохнуть хорошо. Изумительная программа сделана. Поэтому, если у вас есть внуки, правнуки, которые хотели бы отдохнуть летом, путевка стоит 29 тысяч рублей. Пожалуйста, значит, я непосредственно с Долгопрудного комплектую группу туда. 30 человек. Ну, надеюсь, если, значит, вы позвоните мне и скажете, включите моего внука или правнука, я готов это сделать. Спасибо. Возраст 9 лет и до 18 лет.